Кульминационным моментом нынешних морозных дней, когда отрицательные температуры побили все мыслимые рекорды, стала встреча жителей воинского городка Петровская с представителями власти. Главой Ленинского района Сергеем Кошманом, главой поселения Горки-Ленинский Александром Котовым и депутатом Государственной Думы Вячеславом Илсаковым. Встреча прошла в здании местного Дома культуры, яркого образца того, в каком состоянии находится весь городок. Представители власти вели открытый диалог с жителями, пытались совместными усилиями найти выход из сложившейся ситуации. Холодное здание Дома культуры Петровского гарнизона не располагало к долгим посиделкам, тем не менее собрался полный зал. Вначале глава района выступил с докладом об итогах ушедшего года и о главных направлениях развития района в нынешнем году. «Проведем отчетное собрание там, где трудно», – с таких слов начал глава свой отчет. Нам удалось добиться успеха по ключевым направлениям нашей жизни. Это и строительство детских садов, и благоустройство населенных пунктов, и жилищно-коммунальное хозяйство, социальная сфера и экономика. Одно из наиболее значимых достижений – сокращение очереди в детские сады в три раза путем строительства новых дошкольных учреждений и реконструкции уже имеющихся. А в течение ближайших лет планируется перевести все школы на обучение в одну смену. Для этого построят новые школы суммарной емкостью 2800 мест. «В марте этого года, видно, планируется начать строительство школ на тысячу мест, на тысячу мест в шестом микрорайоне, а в следующем году на 1100 мест в южной части шестого микрорайона и на 550 мест в пятом микрорайоне. Три школы». Но на фоне хороших результатов в районе есть и проблемы, заявил глава, переходя к вопросам жизнедеятельности военного городка. И решить главные из них силами районной администрации невозможно. Минобороны предлагают передать району жилфонд без земли, на что администрация не соглашается. Помощи в решении вопроса Сергей Кошман попросил у депутата Госдумы Вячеслава Лысакова, присутствующего на встрече. «Пришло время новую волну поднимать. Я даю слово, что я соберу наших всех депутатов, от всех тракций, поставлю вопрос о том, чтобы тему передачи зданий, земли, инженерной коммуникации, эта тема была все-таки решена. Но нельзя тянуть, иначе получается, создаётся впечатление, что все ждут, когда вы здесь все выберете». Помимо вопросов, касающихся тепла в квартирах, качества дорог, медицинского обслуживания и продовольственного обеспечения, жители задали вопросы, которые администрация района обещала решить своими силами. Один из них, к примеру, касался осуществления автобусом номер 439 остановок по требованию у поворота на Петровское. Больше двух часов длилась встреча, которая вновь дала жителям Петровского надежду на то, что их городок обретёт вторую жизнь.